Ничего не видно, вообще так ярко. Прекрасный день. И первой точкой нашего маршрута будет горнолыжный курорт Аундакен, а точнее Эшдер-3200, что вблизи города Эрзюрю на востоке Турции. Добраться из Минска в Эрзюрю можно на самолете с пересадкой в Стамбуле, при этом внутри Турции я рекомендую использовать дешевые местные авиакомпании. Вся дорога заняла у нас около 7 часов, из них 2 часа мы провели в аэропорту Стамбула. Аундакен находится в 7 километрах от центра города Эрзюрюм, который расположен на плато на высоте 2000 метров и окружен со всех сторон горами. Из достопримечательностей в городе могло отметить древние армянские постройки, а также множество аутентичных магазинчиков. Реально эти здания похожи на из сказки Аладдина. Город не сбалован туристами, а точнее их здесь практически нет. И тому пример, как мы покупали сим-карту, чем привлекли нешуточное внимание всего персонала местного салона связи. Мы пришли покупать сим-карты, вообще никто ничего не понимает, но мы как-то поняли, что у нас батарея не бывает и прочее. Сейчас это вот, все собрались. Все в салоне собрались. Мы купили сим-карту в Турксе. На первые две ночи мы остановились в бюджетном двухместном номере за 25 долларов с завтраком в центре города, откуда за 5 долларов можно на такси добраться до подъемников. Полный комплект оборудования можно взять на прокат по цене около 80 лир в сутки. Дневной эскипат стоит те же 80 лир. К примеру, в Буковилле это приблизительно в 3-4 раза дороже, в Гудаури почти в 1,5, а в Сочи в целых 5 раз дороже. Итак, что мы получаем за эти деньги? Мне куда-то вот туда надо ехать. По Ландакену это 28 километров трасс, 22 подъемника с высшей точкой на высоте 3 180 метров и одинаковое количество черных, красных и синих трасс, то есть любой райдер найдет себе трассу по душе, но главными изюминками курорта является малое количество людей, океан снега и наличие разнообразных мест для фрирайда, ради которых, собственно, сюда я и приехал. Ну что, теперь можно ехать? Ну что, теперь можно ехать? Субтитры добавил DimaTorzok Главное вот так не опалить лицо, как я. Тем временем мы переехали в отель у подъемника, сейчас немного покажу. Есть второй вариант жилья, это заселиться прямо у горы, это будет, конечно, подороже, в нашем случае это обошлось 75 долларов в сутки, с завтраком, сауной и прочей плюшки, но зато у нас отличный вид на город, города не видно, и... Алло, ресепшн? У нас шампанское заканчивается, принцесс, пожалуйста, через 10 минут. Субтитры добавил DimaTorzok Сегодня солнышко! Так проходит идеальный день в Паландакене. Рассвет с видом на город, плотный завтрак в отеле и, конечно же, солнечные, заснеженные, зачастую пустынные трассы курорта с обалденными, еще более заснеженными вершинами. Мы заканчиваем наш 7-дневный горнолыжный отдых в Паландакене и едем в не менее живописный самый восток Турции. Остается пережить только ночной переезд в автобусе. Следующая остановка нашего маршрута субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok